Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир. Прошу подтвердить, что мне хорошо слышно. Сейчас как слышно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, я хотел бы сегодня представить нашего гостя Ольгу Курносову. Она занималась активно оппозиционной деятельностью в России, сейчас живет не в России, она политический эмигрант и работает еще параллельно журналистом в «Русском мониторе». Это мой коллега, она бывший физик, кандидат физико-матических наук, физик-теоретик. Поэтому я хотел бы с удовольствием ее представить. Также она была депутатом в Питере, человек с большим опытом. И также я хочу озвучить, что гостей, которые будут подготавливать наших граждан на различные протесты, которые мы организовываем. В частности, мы 23 июня организуем и в последующем будем проводить другие акции и митинги. И наше количество становится все больше и больше. Я уверен, что очень небольшой срок наступит, когда на улице будет выходить десятки тысяч людей. И мы должны быть готовы. И я буду приглашать очень опытных специалистов, экспертов, которые дадут совет, как себя вести на такого рода акциях и митингах. Пожалуйста, Ольга, вам слово. Вы расскажите, пожалуйста, о себе и затем вам будут писать вопросы. Продолжение следует... 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 с голубой ленточкой может быть вы что-то скандируете а может быть вы не скандируете и вдруг вам подходит полиция первый вопрос который они вам задают почему вы вышли на улицу что нужно отвечать в таком случае вы говорите что я думал всегда что я живу в демократической стране в которой действует конституция есть 32 статья конституции казахстана который разрешает и более того дает право гражданам собираться мирно и без оружия проводить шествия митинги демонстрации вот я прочитал конституцию казахстана и вот я вышел у меня есть своя позиция по такому то вопросу я ее выражаю я имею такое право если вам начинают угрожать говорить что собираться нельзя очень простой тезис неужели наша страна не является демократической мы с вами знаем конечно что не является но полицейского нужно поставить в тупик вот этим простым вопросом то есть вы считаете что казахстан сегодня не демократическая страна именно поэтому вы меня задерживаете или все-таки казахстан демократическая страна тогда пожалуйста отойдите от меня вот я просто хочу здесь постоять я так оделся потому что мне нравится синий цвет разве это запрещено у нас какие-то цвета уже радуги запрещены в республике вроде бы такой простой ответ но он может поставить полицейского в тупик а вам главное поставить его в тупик заставить ему утверждать что он там сатрап и сам против демократии поэтому не бойтесь вы в своем праве вы можете говорить то что вы считаете нужным ну вот видите первое уже такое вполне себе у вас получилось ведь самое главное знаете когда человек боится собаки собака его может укусить потому что гачек боится у него вырабатываются специальные такие флюиды флюиды страха собака чувствуют эти флюиды и начинают за вами бежать и кусать в этом а наша полиция что российская что казахстанская они похожи на такую злую собаку поэтому если вы совершенно уверены в своей правоте если вы совершенно уверены в том что вы ничего не нарушаете что вы имеете право здесь стоять вы имеете право разговаривать потому что еще никто не сказал что в казахстане нельзя собираться больше трем человеком разговаривать о чем-то вы хотите обсудить последние события своей страны вы хотите по этому поводу поговорить со своими знакомыми. И это не запрещено, это абсолютно разрешено. Как только вы уверены в своей правоте, то полицейским вполне может подумать, ну раз вы так уверены, может вы что-то там знаете. Ведь если человек что-то нарушает, он всегда ведет себя так, как будто он уже виноват. И таких вот точно задерживают. Но если вы совершенно уверены в своей правоте, вполне возможно, что не станет. Потому что, ну зачем же возиться с таким человеком, который хорошо знает свои права, который прочитал Конституцию, который прочитал закон о митингах? Лучше к такому вообще не приставать. Поэтому самое главное, что нам нужно воспитывать, уверенность в своих силах. Представим, что все-таки вашей уверенности не хватило, вас уже задержали. Вы находитесь в автозаке. Неважно, как выглядит этот автозак, что нужно сделать вот в этом самом автозаке, в котором вы находитесь. Во-первых, познакомиться со всеми теми другими задержанными, которые там есть. Переписать их желательно, если у вас есть куда переписать. Именно поэтому обязательно нужно с собой иметь не только телефон или какой-то там гаджет, но и желательно иметь с собой листок бумаги и ручку, потому что она всегда вам может понадобиться. Переписать всех задержанных из своего автозака. Следующий момент. Обязательно послать сообщение вот нам сюда в чат, чтобы мы знали, что с вами что-то произошло, что вас задержали, чтобы эту информацию можно было передать средствам массовой информации. Потому что самое главное, это когда все знают о том, что вы там находитесь. Потому что если средства массовой информации об этом не знают, то с вами можно делать больше всяких нехороших вещей, чем когда об этом знает вся страна, когда об этом знает весь мир. Вот очень важно, чтобы об этом действительно знал весь мир. Ведь на самом деле, ведь вы понимаете, что несмотря на то, что Казахстан подписал кучу всяких международных договоров о том, что такое мирные демонстрации, но режим все время нарушает эти договора. И много раз ему уже говорили евродепутаты, что они нарушают, они продолжают это нарушать. Поэтому самое главное, чтобы информация о вашем задержании сразу попала международным средствам массовой информации. Это мое первое интервью в Телеграме. Это мой первый эфир в Телеграме. И я не могла себе даже представить, что существуют такие огромные чаты в Телеграм-каналах. Когда я впервые увидела этот чат, я была настолько вдохновлена тем, что у людей это получилось, получилось в тоталитарной стране. Вот мне, как российскому оппозиционеру, это дает прямо, ну, действительно, это пример, огромный пример тому, чему можно подражать. И вы огромные молодцы, что у вас это получается. Вы огромные молодцы, что вы собрали столько людей. Я сейчас договорилась с Мухтаром Маблязовым о том, что он даст мне интервью, и я постараюсь у него спросить, как же так у вас получилось. Вот это совершенно замечательная история с этим огромным чатом. Почему это так важно? Потому что в тоталитарной стране, такой, как сегодняшний Казахстан и такой, как сегодняшняя Россия, очень тяжело организовывать противостояние тоталитарному режиму внутри самой страны. Потому что единственное, что они умеют, это всех сажать, всех пугать и попытаться заткнуть рот каждому, кто пытается возражать вот этим диктаторам. Поэтому очень важно, чтобы можно было помогать тем, кто внутри борется с режимом, снаружи. Вот такими вещами занимаетесь вы в этом чате. Потрясающая история. Такими вещами мы только пытаемся начать заниматься вот в России. Потому что, может быть, кто-то из вас удивится, но Путин очень похож на Назарбаева. Он чуть меньше у власти, но точно такой же кровожадный диктатор, как и Назарбаев. Итак, вернемся к тому, что вы находитесь в автозаке. Во-первых, вы там точно будете не один, потому что людей задерживают, слава богу, возят не по одному. Когда вы вместе, это дает вам возможность вот уже на этом этапе быть солидарными друг с другом. Потому что очень важно понимать, что вы там не один и вас куда-то волокут за ноги, за руки, а что много людей имеют такую точку зрения. В нормальной стране это хорошо, когда люди имеют разные точки зрения. Именно поэтому так важно бороться за право проведения мирных собраний. Именно поэтому все международные институты, такие как АБСЕ, такие как ООН, все время говорят о важности права граждан на мирные собрания. Причем тут очень важный момент, чтобы это было право в том числе разных групп, в том числе с разной точки зрения. Недопустима дискриминация по политической позиции. То есть невозможно так, что власти говорят, а вот эта политическая позиция не может высказываться. Это и есть дискриминация с точки зрения политической позиции. Поэтому вы не совершаете никакого правонарушения. У вас просто есть своя точка зрения. Своя точка зрения, которую вы имеете право высказывать с точки зрения Конституции Республики Казахстан, с точки зрения тех основных политических прав и свобод, которые там прописаны. А все остальные, все остальные ограничения, они противоречат и Конституции, и международным обязательствам Казахстана. Поэтому будьте совершенно уверены в том, что то, что вы делаете, это абсолютно правильно. Именно поэтому вы обязательно победите. Тут в чате появился вопрос о том, можно ли приковывать друг к другу цепями. Вот есть разные способы затруднять полиции задержание, в том числе есть такой способ, как сковывание цепями. Почему? Мне лично он не очень нравится, потому что, на мой взгляд, он потенциально травмоопасный. Поэтому если вас будут растаскивать с помощью силы, это больно. Вы знаете, такое было, когда в 2011 году были выборы в Государственную Думу, 4 декабря, в день выборов, мы проводили акцию протеста, которая с основным лозунгом «Ваши выборы фарс». И вот когда меня задержали на этой акции, я получила сотрясение мозга в полицейском автобусе, и меня сковали наручниками, приковали к другой девушке. Ну, это тяжело. Я вот цепями не приковывалась, но я знаю, что такое, когда тебя с другим человеком скуют наручником. Поэтому лично я не очень приветствую этот способ. Но то, что точно можно делать, это просто крепко держаться друг друга за руки. Вот просто брать друг друга. Это важно по многим пунктам. Не только потому, что вас трудно растащить, но и потому, что когда вы друг с другом сцепляетесь крепко, вы ощущаете себя единым целым. Это очень важное ощущение, знаете ли, вплоть до тактильного, ощущение солидарности друг с другом. А вот эту солидарность очень важно ощущать, потому что это помогает побеждать. Вопрос про беременных. Я не успела точно прочитать законодательство Казахстана. Вот в России беременных нельзя арестовывать. И в Казахстане мне подсказывают, что тоже нельзя арестовывать. Поэтому главное не подвергать опасности ни себя лично, ни вашего будущего ребенка. Если вы решили выйти на акцию, помните, что арестовывать вас нельзя. Кстати, вот это очень важно знать, кого можно, кого нельзя арестовывать. Потому что полиция зачастую сама не знает, кого можно арестовывать и кого нельзя. Нельзя арестовывать беременных женщин, нельзя арестовывать несовершеннолетних детей. Нельзя арестовывать женщин, у которых есть дети в России до 14, в Казахстане тоже до 14 лет. Поэтому, если вы относитесь к такой категории, обязательно возьмите с собой необходимые справки. Например, свидетельство о рождении ребенка. Не обязательно оригинал, копию достаточно. Может, у вас ребенок вписан в паспорт. И если вас задержали, вы все время говорите полицейскому, который будет составлять на вас протокол, мы сейчас к протоколу вернемся, что вас нельзя арестовать, потому что у вас есть несовершеннолетний ребенок, о чем имеется документ, поэтому вас нужно после составления протокола выпустить немедленно. Обязательно нужно знать свои права, потому что полицейские не любят вспоминать о том, что у граждан есть права. И в этом смысле полицейские Казахстана очень похожи на полицейских России. Но вам нужно обязательно знать свои права. Путин в отличие от Назарбаева не ворует. Я вас разочарую или нет? Но я скажу, что Путин ворует еще как. В этом смысле они тоже очень похожи. Только Назарбаев ворует для своей семьи, буквально в биологическом смысле этого слова, для своих дочерей, для их зятьев, для тех, кто совсем с ним родственники. У Путина семья в более широком смысле этого слова. У него есть друзья, с которыми он был в кооперативе «Озеро», у него есть друзья, с которыми он играл, боролся на дзюдо, у него есть друзья по питерской мэрии. И вот все они образуют такую большую путинскую семью, для которой и есть вот это все воровство. И поэтому Россия очень бедная страна, с огромными материальными ресурсами, но очень бедная страна. Люди везде, кроме Москвы и отчасти Санкт-Петербурга, живут просто в ужасающей нищете. Просто если поехать на машине из Петербурга в Москву, вы увидите такие халупы, что просто позорище. А когда Путин ездит по стране, то вот все эти халупы просто закрывают специальными экранами, на которых нарисованы дома. То есть дома не ремонтируют, а просто рисуют на таких экранах дома. Во времена Российской империи было такое целое понятие, называлось «потемкинские деревни». Потому что по пути следования Потемкина строили деревни, которых на самом деле не было. Ну вот эти потемкинские деревни, они вполне себе и в сегодняшней России. Так что если вы думаете, что Путин не ворует, ничего подобного ворует и еще как. Поэтому, конечно, все диктаторы в этом смысле очень похожи. Разница буквально в каких-то там деталях. Вы спрашиваете, чего мы добились с тем, что мы выходили на митинги? Ну, во-первых, мы добились того, что люди не боятся на них выходить. Конечно, не все получается сразу. Получается добиться каких-то локальных задач. Ну, например, была в Питере такая история, когда власти захотели построить небоскреб, который назывался «Охта-центр». И он портил вообще все эти открыточные виды Петербурга. В Петербурге было очень много по этому поводу акций протеста. Это были и марши несогласных, и марши за сохранение Петербурга. Это закончилось тем, что власти отказались от планов строительства «Охта-центра». В конце концов, даже и Матвиенко, которая на тот момент была губернатором, перестала ею быть губернатором Петербурга. Поэтому локальных целей удается добиться. Что касается целей глобальной смены режима с диктатуры на режим демократический, эта цель сложная. Поэтому ее, конечно, добиться не так просто, но для этого надо людей готовить. И, собственно, сейчас получается уже, что люди начинают выходить не только на согласованные акции, но даже и на несогласованные акции. И это тоже очень важная история, потому что, еще раз повторю, вот если нет ощущения вот этого солидарности, нет ощущения того, что мы вместе, тогда ничего не получится. А когда оно появляется, вот тогда уже победа совсем не за горами. Итак, переходим дальше к конкретике. Приехал автозак в ОВД и начинают составление протокола. Очень важно смотреть, что там пишут в этом протоколе. Очень важно его прочитать всего. Очень важно не соглашаться с той ложью, которую там про вас написали. А почему я говорю про ложь? Потому что я знаю, как ведут себя российские полицейские. Они всегда пишут туда какой-то бред, который... Ну вот им начальство написало, написать всем протоколы то-то. И все то-то и пишут. Вот опять-таки приведу свой пример. 4 марта 2012 года, когда мы вышли протестовать против избрания Путина президентом, мне в протокол написали, что я кричала Путина на кол. Конечно, рядом со мной парень кричал Путина на кол. Не могу отрицать, но я-то этого не кричала. Поэтому бывает... Я понимаю, что на них очень сильно это впечатление произвело, видимо, на полицейских, поэтому они все в протокол написали именно это. Поэтому очень важно прочитать все, что вам написали. Написать, что вы не согласны с протоколом. Прочитать внимательно все стручки, которые там написаны. Там, например, должна быть строчка, которая посвящается тому, что полицейские обязаны ознакомить вас с вашими правами. Они обычно этого не делают. А там есть строчка, где прямо написано. Ознакомлен там с правами. Если вас с правами не ознакомили, так и пишите, не бойтесь. С правами не ознакомлен. Потому что такой протокол, с ним всегда очень тяжело будет потом в суде. Дальше. Соответственно, пишите, что вы не согласны с тем, в чем вас обвиняют. И коротенько пишите, что происходило на самом деле. Ну, например, вы стояли с синей ленточкой в волосах и разговаривали со своими друзьями о перспективах развития Казахстана. О том, что из Конституции Казахстана работает, какие пункты и статьи Конституции не работают, почему страна богатая, а люди получают так мало денег, почему пенсионеры нищают, почему детям не хватает детских садов, почему вся страна погрязла в кредитах. Вот вы это все стоите и обсуждаете со своими друзьями. Вот так прямо и пишите, что было там на самом деле. Потому что иногда, знаете, советуют, я проходила мимо, ничего подобного, вы не мимо проходили. Кстати говоря, у вас обязательно должна быть понимание вообще, почему вы вышли именно в этот день. Вы увидели красивый стикер в интернете, где сказали, ну, в зависимости от того, что это за акция, например, что 31 мая день памяти жертв политических репрессий, день тех, мы вспоминаем тех, кто погиб в советских лагерях, а вы знаете, как много лагерей было на территории Казахстана, поэтому вы просто не могли не выйти в такой день. Этот день для вас лично очень важен, да, потому что у того народа, у которого нет памяти, не будет будущего. Вот поэтому вы вышли, и это нормально. Еще очень важный момент про протокол. Обязательно возьмите копию протокола с собой. Если, например, вам говорят, что закончилась бумага в отделении полиции, что вам не могут предоставить копию, значит, вы внимательно, вы скажите, я не подпишу вот в том месте протокола, где написано, что копию протокола получил, я это не напишу, я напишу, что копию протокола не получил. Почему так важна копия протокола? Потому что вот ваши коллеги, которые помогают вам с адвокатами, которые помогают и дают вам юридические консультации, обязательно должны посмотреть, что там вам в протоколе написали, потому что, чтобы выстроить вот эту юридическую поддержку, надо знать, что там написано в протоколе. Почему так важно переписать тот автозак, в котором вы поедете? Потому что важно знать, иметь свидетелей на ваших будущих делах, вот и всем тем, потому что это будут свидетели в ваших будущих судебных заседаниях. Очень важно обязательно обменяться телефонами и обязательно фотографировать то, что происходит. Вот желательно вообще, чтобы было видео вашего личного задержания или задержания того человека, которого задерживают рядом с вами, потому что это очень важные доказательства. Даже если суд Казахстана эти доказательства не примет во внимание, то есть международная общественность, которая будет знать, какой беспредел творится в Казахстане. И в следующий раз, когда будут приезжать евродепутаты, они не будут говорить, ну конечно, Казахстан же еще молодая страна, которая только строит демократию. Нет, они будут говорить, что в Казахстане процветает диктатура, и это совершенно недопустимо, и это надо изменять, потому что в противном случае, вот сегодня против России действуют санкции, ну можно же что-то сказать такое Назарбаеву, но ты все-таки сделай так, чтобы у тебя страна была демократической. Тут очень важный вопрос про перекрытие дорог людьми. Смотрите, тут очень важно, чтобы, ну мы понимаем, конечно, что по любому поводу могут приписать, что вы что-то там нарушаете. Есть такой способ, который особенно в Украине себя, и не только в Украине, во многих западных странах тоже себя уже показал как хороший. Когда люди начинают ходить туда-сюда по пешеходному переходу. Вот идут на пешеходный переход, и вот бесконечно долго там ходят. Вроде и правила дорожного движения не нарушаются, и движение, однако, перекрыто. Поэтому мы делаем, мы стараемся советовать такие вещи, которые все-таки минимизируют возможность вашего привлечения к административной ответственности. Понятно, что диктатура всегда будет всех за все сажать, но все-таки предпринимать какие-то усилия для того, чтобы осложнить им работу по вашей посадке, совершенно необходимо. И я буду все время говорить о том, что солидарность, вот это ощущение, что... Вот я смотрела кадры с различных акций, как люди скандируют нас много. Это очень важное ощущение. Понимать, что нас много, и что мы имеем право на свою точку зрения. Продолжение следует... Тут в чате был вопрос про двойников Путина. Я вас вынуждена огорчить. Это слухи, которые действительно активно ходят, эмуссируются, может быть, даже сам Путин их поддерживает. Но, к сожалению, это вполне себе настоящий живой Путин, ни разу не двойник. Другое дело, что, конечно, этот странный человек почему-то делал себе много пластических операций, накачал ботокса в разные части тела. Вот многие говорят, вот там у него уши не такие. А вы посмотрите просто какое-нибудь видео про пластические операции. Например, когда женщины себе натягивают кожу на лице, обычно режут эту кожу за ушами. Поэтому если сильно натянуть, то и форма ушей может измениться. Так что Путин, к сожалению или, к счастью, самый настоящий, никаких двойники, наверное, есть куда-нибудь ездит, но правит-то вполне себе, так сказать, живой и бодрый. И точно так же, как и у Казахстана, придется предпринимать усилия, чтобы не дать Назарбаеву его клики править страной и вас грабить вечно. Точно так же и россиянам придется предпринимать серьезные усилия, для того, чтобы не дать возможности Путину править страной вечно. А то он смотрит на Назарбаева и думает, как хорошо-то этот-то уже, уже, так сказать, сколько, единственный, это же ужасно, единственный, кто правит страной прямо с советских времен. Таких больше нет. Понятно, что Путин думает, ишь, мне бы так. И вот они же любят учиться плохому. Кто кого больше напугал, кто кого больше избил, кто кого больше пересажал, а тут кто дольше просидел на одном стуле одной пятой точкой. Очень важный вопрос, что будет после, да? Что люди боятся выходить на акции даже не потому, что их задержат, а потому, что их могут исключить из института, уволить с работы. Друзья мои, все зависит от того, сколько людей выходит на акции. Если на акцию выходит 10 человек, то можно всех уволить, всех исключить. Если на акцию выходит 100 человек, то можно почти всех уволить и исключить. А если на акцию выходит 10 тысяч, то уже как-то посложнее. Поэтому тут опять и опять самый главный ответ на этот вопрос – это солидарность, это агитация и это говорить о том, что это же наше общее будущее. Почему я говорю наше? Потому что, ну, действительно, вот по тому количеству крови народа, которые выпивают режимы, все диктатуры, они похожи. Поэтому понятно, что бороться с диктатурой тяжело, но это необходимо, потому что иначе у наших детей не будет будущего. Ни у детей Казахстана, ни у детей России. В этой стране будущее может быть только у близкого круга действующего президента. Ни у кого другого будущего в этой стране быть не может. А если мы хотим, чтобы у наших детей оно появилось, надо страну менять. И мировая история показывает, что кроме демократии, других способов нормальных управления страной не существует. Вот поэтому, да, тяжело, но что поделаешь. Вы знаете, я вначале говорила про свой личный опыт. Я просто помню, как в 90-м году абсолютно без крови изменилась страна. Поэтому такое происходит, такое происходит с диктатурами, и именно тогда, когда людей выходит много. Это достижимо. А вот буквально у нас на глазах это произошло в Армении. Поэтому мы вполне можем сделать то же самое. Кабаевой хочет понравиться. Да, там непонятно. То ли Кабаевой, то ли кому-то другому. Там и с ориентацией все непонятно. Это я про Путина. Слухи ходят о разном. Поэтому кому он там хочет понравиться, это мы не знаем. Но точно на российский народ ему наплевать. Точно так же, как Казарбаеву наплевать на народ Казахстана. Вот мы еще стали говорить про увольнение, да, и возможные последствия. Единственное, что можно этому противопоставить, это гласность. Вот почему я говорю о том, что очень важно всю информацию доносить до, свой чат бросать, доносить до средств массовой информации, в том числе зарубежных. Только гласность позволит вас защитить. Другой защиты не существует. Вот если все будут знать о том, что 1, 2, 5, 10, вот есть такой список, их пытаются преследовать. Если про это все будут говорить, вот только тогда они от вас отстанут. А если в тихушечку, то еще не дай бог заключить договор со следствием, ну и все, и пиши пропало. Знаете, в советское время, особенно по экономическим преступлениям, была такая пословица, ну или, что, собственно, каждый себе наговаривает сам. Вот в диктатурах это очень такая работающая формула. Как только ты начинаешь что-то такое рассказывать, то сам не успеешь оглянуться, как вот уже чего-то и наговорил. Поэтому самое главное, чтобы о вас знали средства массовой информации, чтобы о вас знал вот этот совершенно потрясающий чат. Ну и тогда все получится. Тут спрашивают, будет ли Путин вмешиваться, если ситуация в Казахстане начнет изменяться. Посмотрите, что произошло в Армении. Разве он куда-то вмешался? Он никуда не вмешался. Более того, они настолько испугались событий в Армении, что просто засунули, я имею в виду кремлевские, засунули язык, ну понятно куда, и сидели тихо и с ужасом смотрели на народ, который вышел отстаивать свои права. Поэтому если ситуация в Казахстане начнет развиваться, вы не представляете, какая будет паника в Кремле. И в этом смысле вполне возможно, что ваш пример поможет и нам ситуацию изменить. Потому что, конечно, когда уже все постсоветские страны станут демократическими, тогда можно будет вздохнуть свободно уже всем. И тут нам тоже надо будет смотреть на вас и подтягиваться, потому что вы молодцы, ребята. Я вам желаю победы, победы, еще раз победы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какое, на мой взгляд, очень серьезное отличие от Казахстана от России? В Казахстане нет того негативного опыта, когда люди выходили, у них не очень что-то получалось. Казахстан на подъеме сейчас. В Казахстане нет такого разброда между лидерами оппозиции. В Казахстане все понятно. Есть те, кто протестуют, и есть те, кто хотят продолжать грабить народ. Поэтому в этом смысле вы сейчас на подъеме. И я даже чуть-чуть вам завидую. Но поверьте, мы тоже подтянемся, мы уж не дадим, мы уж совсем считаем, что мы ничего из себя не представляем. У нас тоже потом все обязательно получится. Вы спрашиваете, доминирует ли Путин над Назарбаевым. Да Путин вообще уже ни над кем не может доминировать. Даже над Кабаевым он не может доминировать. А вы уж говорите про Назарбаев. Ведь смотрите, Назарбаев даже не приехал к нему ходить в бессмертном полку. Даже на день победы не приехал. Потому что тоже как-то не готов на его доминацию. Поэтому важно, чтобы вы верили в свои собственные силы. Вот казахи сейчас, Казахстан на подъеме. Вы выходите, у вас получается. Вы оседлали такой потрясающий современный инструмент, как телеграмм. У вас получается то, что не получается у многих других в других диктатурах. Поэтому вы просто потрясающие молодцы. Спасибо. 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 Друзья мои, мы еще хотели поговорить про суды. Для того, чтобы в судах все получилось достаточно серьезно, нужно выполнение нескольких моментов. Итак, нужно обязательно иметь свой протокол. Нужно обязательно связаться с юристами чата и с адвокатами, чтобы выстроить свою линию защиты. Надо иметь максимальное количество видео, фото того, что происходило на площади, на улице или там, где это происходило. Нужно иметь свидетелей не только среди задержанных, но максимально вы будете разговаривать в вашем автобусе с другими, чтобы были какие-то контакты тех людей, которых не задержали. Потому что это более весомые свидетели в будущем суде. Если суд отказывает при общении ваших документов, вызове свидетелей, тем хуже для этого суда, потому что вся эта информация попадает в средства массовой информации, в СМИ, про вас говорят везде, в том числе за границей. И весь мир понимает, в какой диктатуре вы живете. Тут очень важно помнить, что диктаторы, они все трусливые. Вот в этом они тоже все схожи. Вот это их попытка надувания щек, попытка брицать свои дряхлеющие маскулатуры, это на самом деле от слабости. Потому что если ты сильный, то ты не боишься выборов, ты не боишься политической конкуренции. А тот, кто этого всего боится, смешной, слабый, дряхлый, необразованный старикашка. Поэтому все равно история, будущее, оно все равно за вами. Поэтому вы обязательно, обязательно победите. Спасибо. Спасибо. Тут спрашивают, что надо говорить милиции. Есть старая добрая кричалка, милиция с народом не служил уродом. Вот она для всех диктатур абсолютно подходит, в том числе и для Казахстана. Поэтому те милиционеры, которые слушают нас в чате, вы думаете о том, что вы живете ровно в таких же условиях, как и все остальные. У вас те же самые кредиты, вам точно так же нужно искать бешеные деньги для того, чтобы заплатить за образование детей. Вам точно так же нужно искать бешеные деньги для того, чтобы купить себе жилье. Вы ничем не отличаетесь, вы такие же, как и все остальные. У вас нет этих миллиардов долларов, которые распихали себе по карманам вот эти мерзавцы, сидящие сегодня у власти. Поэтому кто вам ближе, эти мерзавцы или простые люди, с которыми вы каждый день здороваетесь, уходя утром на работу и вечером возвращаясь с работы. Зачем вам плевать в колодец, пригодится воды напиться? Поэтому будьте вместе с теми людьми, с которыми вы живете рядом. Да, вам могут отдать приказ, вам могут отдать преступный приказ, но не надо его выполнять так рьяно. Всегда можно задержать не 100 человек, а 10, не бить, составить протокол, который потом рассыпется в суде и сделать вид, что ну а что, как было, так и написали. Не надо врать, не надо врать и воровать, и тогда все будет понятно, с кем вам нужно быть и куда идти. Еще очень важный момент. Обязательно нужно приходить поддерживать своих товарищей на суды, потому что судья, он тоже человек. И когда он видит, что на суде не один задержанный, а 10 человек, 15 человек, полный зал набилось, когда есть те, кто пишут что-то, могут запретить фотографировать, но запретить писать никто не может. И судья тоже будет думать, а надо ли ему нарушать закон в республиках бывшего СССР и осталась диктатура. Совсем немного таких стран. Ну Беларусь, ну Казахстан, ну Россия, а все остальные-то, смотрите, уже кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то уже в Европе живет, как страны Балтии, кто-то уже, можно сказать, одну ногу туда поставил, как Молдову и Украина. Поэтому никакой исторической альтернативы демократии не существует. И именно поэтому диктаторы так и боятся, что, может быть, изменения наступят еще даже при их жизни. Конечно, им страшно. Но их страх – это наша сила. Продолжение следует... Вот вы знаете, и в России, и в Казахстане много пугалок, связанных с Украиной. Ну в России-то их вообще очень много, ну и тоже понятно, почему. Потому что путинский режим просто ввел войска и убивает украинцев. Поэтому для того, чтобы объяснить своим собственным гражданам, что они на самом деле все поступают правильно, они все врут. Ну и в Казахстане тоже пытаются запугивать тем, что происходит в Украине. Я много раз бывала в Украине. Украина совершенно замечательная страна. Да, может быть, реформы там идут не так быстро, как хотелось бы украинцам. Но по сравнению с Россией, ну представьте, я вот, например, в Киеве проводила митинг памяти Бориса Немцова, который убили путинские халуи. Это даже можно было прийти за полчаса до митинга, оставить заявку в городской администрации города Киева, просто пойти и проводить акцию. Это просто заявительный порядок, так как должно быть везде. И как нет ни в России, ни в Казахстане. Вот так должно быть. Да, конечно, экономически Украина живет не очень легко. У нее же нет тех богатств, той нефти, которая есть в Казахстане и есть в России. Но все равно страна развивается. И понятно, куда она идет. И когда в России и Казахстане плюют на Киев и говорят про него разные гадости, очень понятно, почему они это говорят. Потому что Украина идет в Европу, она идет туда, куда идет цивилизация. А это прямо противоположное направление тому, куда идет Казахстан и Россия. Потому что Казахстан идет назад, Казахстан идет в Средневековье. Ну и Россия туда же идет. А мы-то с вами хотим идти в будущее. Да, я слышала о том, что демократический выбор Казахстана объявили экстремистской организацией. Вот вы сами слушайтесь в это словосочетание. Демократический выбор Казахстана – это экстремизм. То есть с точки зрения Назарбаева, демократия – это экстремизм. Ну и конечно, если вы сравните сегодняшнюю конституцию Казахстана с той конституцией, которая была принята в 1993 году, то вы увидите, что это движение вспять, в сторону от демократии, в сторону от прав человека и гражданина. Поэтому, конечно, само словосочетание «демократия» для Назарбаевского режима – это уже какие-то экстремистские понятия. Конечно, ему хочется, чтобы он был вечно. Вот не знаю, ездил ли он в Китай пересаживать себе стволовые клетки, и сколько лет он собирается жить, там до 150, до 120, не знаю. Но диктаторы, особенно престарелые диктаторы, дряхлые диктаторы, им всегда хочется жить бесконечно долго. Вот каждый дурак по-своему с ума сходит, да? Вот Путин, он ботоксом обкалывается, а вот что делает Назарбаев, я не знаю. Но, наверное, можно поискать и тоже что-нибудь такое забавное, что-нибудь себе пересаживает, всаживает или еще что-нибудь делает. Ну, потому что они такие все диктаторы. Им кажется, что они могут жить вечно. Но это не так, слава Богу. Тут многие спрашивают про Навального. Вы знаете, главная задача традиционного лидера в таком режиме диктаторском, вот ушла она, это... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы создать команду, потому что диктатуру можно победить только командной игрой. Нельзя одного единоличную власть персоналистскую побеждать в одиночку. Всегда нужна команда. Пока у Навального не очень получается такая командная игра. Я надеюсь, что у него это получится. Потому что людей в России, тех, кто готов строить демократию, достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, еще раз прошу прощения за технические сбои, но, правда, это мой первый опыт такого рода эфира. Поэтому под конец, видимо, рука бойцов колоть устала. Это цитата из Бородино, если что. Так что у меня немножко сорвалось. Я думаю, что если будут вопросы про Россию, мы можем сделать отдельный эфир про Россию. Потому что вот в двух словах и в полутора минутах рассказать, как устроена оппозиция в России, кто такой Навальный. Одно могу сказать сегодня на сегодня. Навальный – это просто самая известная медийная фигура. В Украине тоже, кроме Путина и Навального, ну, может, Жириновского, и больше никого не знают. А на самом деле людей много разных. Поэтому, если интересно говорить про Россию, можно будет отдельно поговорить про Россию. Но самое главное сейчас – это простая мысль, что очень важно не бояться. Ваше будущее в ваших руках. И никто вместо вас ваше будущее не создаст. Оно создаётся сегодня, завтра, с каждым вашим выходом на акцию, с каждым сагитированным человеком. Вот это всё ваше будущее. И вам обязательно надо помнить об этом всегда. Потому что будущее, оно гораздо важнее всего остального. И это будущее не только вас, но и ваших детей. Поэтому я вам желаю победы. А если есть вопросы, задавайте. Мы с вами обязательно ещё встретимся. Спасибо большое за то, что были в чате, за то, что меня слушали и потратили на то, чтобы меня послушать, своё время. Спасибо. До встречи. До свидания. Спасибо, Ольга, за отличный эфир. Давайте, ребята, поблагодарим Ольгу за содержательное сегодня выступление. Сегодня эфир был посвящён Ильича. Именно гостю я буквально, наверное, озвучу несколько ответов на ряд вопросов, которые здесь звучали. Ну, в большей степени, наверное, те, которые я уже озвучивал, но тем не менее я повторюсь. Судя по всему, у нас много новых людей, которые ещё не в курсе, что делает ДВК и с какой целью мы строим так организацию. Я здесь видел, что задавали вопросы по поводу ячей. Для чего создавать ячейки? Дело в том, что мы работаем в режиме социальных сетей. Мы работаем скрытно. Наши имена неизвестны. Поэтому мы не имеем нигде возможности координировать свою деятельность. Мы не знаем, какие люди участвуют в нашем движении. Вот, собственно, в чём была цель создания ячейок. Ячейки, я озвучивал, что нужно их создавать каждому самостоятельно. Не искать в другом городе или соседа где-то, которого вы не знаете и не общались с ним, не очень уверены в его человеческих качествах. Что ячейки нужно создавать среди своих знакомых, близких, родственников, тем, кому вы доверяете. Именно эти ячейки создаются по всей стране. Их должно быть сотни в каждом городе. Если в ячейке в среднем 5 человек, вот представьте себе, допустим, у нас в Алма-Ате мы создали 500 ячеек. Значит, приблизительно 2500 человек – это наши активисты, это наши лидеры движения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы общаемся с вами через волонтер, мы передаем вам информацию через телеграм, мы создали специальную группу «Лидер» и распространяем информацию, распространяем инструкции, как нужно действовать. И наступает, допустим, какой-то момент, день, мы говорим, что в таком-то месте, такого-то числа проводим акции. Мы специально разбили чаты, сделали 5 ячеек, 5 чатов по региональному признаку. Вот мы говорим, что по всей стране, такого-то числа, 23 июня, например, мы выходим на митинги. И вот в каждом городе мы знаем, что у нас есть какое-то количество ячеек. Ну, например, в Астане там 100 ячеек, 500 человек активистов. Значит, мы гарантированно можем вывести на ту или иную акцию 500 человек в Астане, во-первых. Во-вторых, если протестующих будет очень много, например, десятки тысяч, эти 500 человек, они будут взаимодействовать между собой, они четко знают задачу, они знают задачи именно от нас, через штаб. И могут руководить вот этой большой массой, протестной массой по всей стране. Четко организованно действовать, четко выступать под едиными лозунгами. И завтра, когда мы соберем сотни тысяч в разных городах, они будут знать, как действовать в нашей стране, как перехватывать власть, как задерживать тех, кто пытается провоцировать, создать проблемы. Именно ячейки – это будущие руководители нашей страны в регионах и будущие руководители целых направлений по стране. Это будущие Акимы районов, городов, поселков и так далее. Это именно те, кто заменит существующую политическую элиту, коррупционную. Я уже выступал по ячейкам довольно подробно, я сейчас коротко просто принципиальные вещи озвучил. Зайдите в ответ МК, и там все организовано таким образом, по названию можно найти, что такое ячейки и для чего она создается. Теперь здесь задают вопросы по телефонам, что не возвращают телефоны. Ребята, полиция действует незаконно, это ваша собственность. Вы должны завалить жалобу, писать заявление в суды, требовать проведения процесса судебного и так далее, и так далее. И никуда эта власть не денется, вернет ваши телефоны. Просто будьте настойчивы и все. В ближайшее время я буду приглашать еще новых гостей, которые обладают хорошим опытом именно вот такие ситуации, которые будут возникать сейчас по мере развития демократического выбора Казахстана. Вот Ольга очень хорошо сказала, что когда будет 10, они на улицах или на митинге, они быстро эти 10 человек задержат, будут преследовать. Будет 100, могут и 100. Но когда нас будет тысячи и тысячи, премьер Армении показывает, что власть не в состоянии что-либо делать. Более того, полиция, армия сразу переходит на сторону народа. Когда нас будет много, это вот собственно наша охранная грамота. Именно когда нас много, мы можем себя защитить. Именно тогда, когда нас много, мы можем не беспокоиться. Почему я все время говорю, что мы должны как можно быстрее набрать вот до 1 июня 300 тысяч дополнительно. Процесс, к сожалению, идет медленно. Вы понимаете, да, что это ваша безопасность. Вот здесь задают вопрос, почему мы не перекроем дорогу, как в Армении, чтобы автозак не смог забирать наших сторонников. Ребята, нас мало. Когда нас будет десятки тысяч, там не только дороги, мы все перекроем. Понимаете? А когда выходит там 100, 200, 300 человек, ну что вы перекроете? Какую дорогу перекроете? Приезжает полицейский, такое же количество скрутили и забрали людей. Поэтому если все эти вещи делаются, обратите внимание, когда в Армении что происходило? Там десятки тысяч людей это делали. Не 100, 200, десятки тысяч. Мы все эти вещи можем делать только тогда, когда нас много. ЧАС-ИКС не то, что не афишировал, ЧАС-ИКС власть будет знать раньше нас. Это будет открыто. Потому что в ЧАС-ИКС, до ЧАС-ИКС мы будем проводить акции, митинги. И наша численность будет расти и расти. 21-22 марта вы видели, было одно количество. 2 апреля было больше и люди уже более смелее. На субботнике еще больше. А на митинге уже видите, как народ активно действовал. Ролики посмотрите, что происходит. Люди сопротивлялись, жестко стояли. Поэтому ЧАС-ИКС для власти будет известен раньше нас. Тот самый день Х. Когда они увидят, что на улице 10 тысяч вышло завтра, послезавтра 50 тысяч, они этот ЧАС-ИКС просто предугадают и будут как крысы с корабля убегать и убегать. Мы такую массу соберем. И в Армении тоже ни в один день не собирались люди. Армения долго боролась. И сначала нужно преодолеть свой страх, наращивать численность. Мы для этого и проводим эти акции, для этого проводим разъяснительную работу. Именно для этого наш чат хотим увеличить по размеру. Именно поэтому выпускаем разные материалы агитационные. Именно поэтому сейчас группа начала распространять информацию ДВК через WhatsApp, в котором сидит практически все население страны. Понимаете? Не надо действительно закладывать поражение. Мы победим. Мы победим очень скоро. Просто нужно к этой цели стремиться, не сидеть, не выжидать, а двигаться и действовать. Здесь у меня про ячейки спрашивают паралидеров. Мы с ячейками контактируем и имеем прямые контакты с ячейками. Конечно, мы знаем, где они живут. Мы с ними общаемся, работаем. Но сейчас количество ячейок еще недостаточное. В каждом городе должно быть столько ячейок, чтобы мы имели ядро протеста. Минимум тысяч человек в каждом городе должны быть. Это в первую очередь представители этих ячеек. А дальше все остальное – это наши поддерживающие, наши соратники. Ребята, мы сейчас все больше и больше информации будем распространять. Я еще раз хочу напомнить. У нас именно 23 июня – день проведения митинга. Мы его выбрали из простых соображений. У нас заканчивается рамазан 16 июня. Это верующий праздник. У нас заканчиваются учебные, выпускные и все прочие где-то в середине июня. Поэтому 23 июня – суббота. Это оптимальный день для проведения вот такой акции. При том, такой акции, как митинг с требованием, чтобы образование было бесплатным, затрагивает интерес практически всего населения страны. Всего. И вы понимаете, что в этот раз мы можем добиться, чтобы на улице вышли тысячи людей по всей стране. Мы так приблизим шаг победы. Здесь задавали вопрос по поводу, что неких спортсменов и так далее, что вот они сопротивлялись. Ребята, это теоретический вопрос. Вы просто соберите в ячейку пять человек, не спортсменов, пять человек, просто обычных людей, пенсионеров, студентов и так далее. Если бы это было просто, вот сейчас вот нас в чате суммарно около 200 тысяч, ну допустим даже 100 тысяч. Вы говорите, давайте соберем спортсменов. Нет, соберите пять человек каждый, и мы добавимся на 500 тысяч человек. Это не теоретизируйте. Вы что пойдете на физический, как называется, физкультурный институт, и там будете со всеми договариваться что ли? Или еще где-то, или искать людей, кто большой, и с теми договариваются, приходи к нам. Так вы пять человек убедите, что пришли до ВК, тогда вы поймете, что этого не нужно делать. Мы не будем с кем драться, мы просто придем и возьмем массы. Поэтому задача, просто приведите пять обычных человек, женщин, мужчин, молодежь, приведите. Этого нам достаточно. Потом здесь какая-то теоретические слова. Вот народ готов к переменам. Многие не хотят съездить в чате, а в нужное время миллионы выйдут. Не выйдут, ребята. Не обманывайте себя, не обманывайте. Что вот они завтра, вот неожиданно из кустов вылезут. Люди должны быть готовы идеологически. Они должны понимать наши цели, задачи. Они должны выходить на эти акции. Тренироваться вместе с ними. Это вот как завтра он выйдет, станет чемпионом мира по боксу из этой серии. Он просто сильный, он на улице где-то дрался или во дворе. А вот если он резко выйдет, то станет чемпионом мира из этой серии сказки. Не верьте, все это ерунда. Поэтому я на сегодня эфир завершаю. Я в принципе все думаю, что именно посвященный теме озвучил. Поговорим завтра. Тема будет озвучена завтра. Я хочу всех поблагодарить за эфир. С вами был Игорь Негода. До встречи завтра. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова